отлично надеюсь еще и слышно спасибо огромное павел что позвали сюда очень круто выступать перед такой мотивированной аудитория вот я бы хотел рассказать сегодня о том как на нашем собственном опыте потому что на нашем собственном смысле никто еще пока не знает как в техе что делать правильно мне кажется все еще только ищут модели и никакой не финансовый там не медийный были бы еще там текущий успех на рынке не говорит о том что кто-то нашел истину и теперь знает как может рассказать всем как делать поэтому я буду рассказывать исключительно про наш опыт вот начать я хотел наверное вот такого легкого вопроса разминки а у нас сейчас учится порядка 80 тысяч человек учиться имеется ввиду не зарегистрировано те кто взял хотя бы один платный урок вот на этой неделе да то есть это активные пользователи которые прямо сейчас находятся в процессе обучения вот из них примерно половина то есть порядка 40 тысяч взрослые люди это те кто уже закончили какие-то учебные заведения им больше 23 24 лет и они пришли к нам платить свои деньги вот так по вашему какая доля из них не имеют никаких платят на самом деле достаточно большие деньги никаких целей никаких смыслов никакой пользы для изучения языка они для себя не видят но тем не менее приходит и платит вот просто накидайте в чате по вашему как по вашему какая доля таких людей 5 процентов 50 процентов 100 процентов еще раз это взрослые люди которые платят сами за себя 9 процентов так отлично 230 50 на 50 10 50 ага но в целом то есть я слышу предполагаете что огромное количество людей приходит учиться вообще без цели да и платят там десятки тысяч рублей просто так интересно но это правда вот по нашему каждого ученика спрашиваем какие у него цели вообще совершенно каждого и фиксируем эти данные у себя вот на самом деле треть людей говорит что им английский нужен для работы но если мы начинаем спрашивать а как они собственно планируют на работе это делать то две трети из тех кто говорит на работе или 20 абсолютных процентов начинает этот момент сливаться но то есть они реально начинают говорить какие-то лозунги вот совершенно там ну я надеюсь что мне когда-нибудь это из-за этого повысит зарплату дай бог вы спросите если такие претендентах прецедентах компании до которые они работают будет понятно что ну то есть это твердое убеждение на пустоте и сразу мы получим сильно немотивированную агрессию такую вот человек ровно та же самая картинка с историями для путешествий как только ты начинаешь спрашивать человека а когда же в последний раз путешествовали когда планируете путешествовать выясняется что близко к никогда вот это просто такая вот такой ложная прокламация которая есть вот дальше идут более-менее нормальные цели которые действительно люди говорят и они понимают что они хотят но по факту близко к половине людей приходит к нам совершенно немотивированным вот не смысле сейчас вот немотивированные смысле них есть некоторые внутренние желания нет реальной цели то есть вообще нету более того если внимательно там следовать каждого из них то выяснится что им английский ты не пригодится нет вот совсем в глубине пригодится ну то есть каждому можно улучшить жизнь если он будет там легко говорить английском языке но в краткосрочной перспективе ни у кого из них нет не предвидится никаких задач где бы они могли это использоваться вот обучение в труб понятное дело не очень сильно работает исходя из этого получается на самом деле там два вывода которые мы для себя сделали вывод первый что он такой конечно очевидный что образовательный бизнес это бизнес работы с мотивацией ученика вот точка вот то есть можно на самом деле поторговаться 80 процентов или 90 процентов успеха зависит от работы с мотивацией но точно не 50 не 60 не 70 вот и вторая штука что людям очень сильно нужно себя за что-то любить то есть они приходят нам не за языком а за поводом с собой гордиться за поводом ну то есть у них есть потребность найти сделать что-то своими руками что они могут сказать вот я молодец я это сделал и это наверное главная движущая сила того что с этим с чем нам приходится работать и вот эта очень важная история она для нас некоторая травмная точка то есть половине людей мы должны в первую очередь деливерить доставлять образовательный результат вот а вторым доставлять ощущение этого результата на самом деле нет противоречий примерно одна и та же задача но только упаковано немножко по-разному то есть для первых важен прогресс для вторых важно ощущение прогресса и точнее для всех важно ощущение прогресса но для тех кого есть цель еще и очень сильно важен сам прогресс вот и история про персонально образовательную траекторию она начинается ровно вот отсюда если вдумываться в физические ну то есть там биохимические точнее процессы которые происходят нашему мозгу то ну то есть все начинается именно там то собственно говоря мы должны понимать а как штука у нас вот тут работает чтобы мы решали задачи и тех и других вот и для этого мы собственно говорят а вот начали достаточно давно читать всю историю про то как устроен там наш мозг как вся штука работает мы поняли что еще ждать все на самом деле достаточно банально до складно рассказываешь когда ты пытаешься всю эту историю собрать по кусочкам она не выглядит такой стройной логичной картинкой так она сейчас у нас в голове выглядит вот то сначала стало понятно что нужно что мозг там сильно дисконтирует будущее да то есть все что случится не в ближайшее время то случится примерно никогда значит там люди бы не пили не курили занимались бы спортом непрерывно в общем вели бы правильный образ жизни и так далее ну сколько мы этого не наблюдаем много чего еще такого же не наблюдаем то соответственно мы понимаем что есть дисконтирование дисконтирование происходит от того что мозг не понимает зачем ему эту штуку в него сейчас впихивают и он активно старается в общем не тратить силы на то что можно не тратить вот кратчайший вывод отсюда это то что знания которые мы даем человеку должны выглядеть для него и для его неокортекса полезными применимыми даже еще раз говорю в том случае если он реально не собирается никуда далеко в то будущее которое можно заглянуть этими знаниями пользоваться вот тогда значит мы начали задумываться собственно говоря а что ж тогда надо делать вот и к этой самой индивидуальной образовательной траектории мы пришли именно таким образом то есть это не только и не столько история про то что вот нужно давать только те знания которые человеку нужны это не только и не столько там история про его какие-то особенности то есть пока по крайней мере мы не нашли там очень сильные каких-то там корреляции с результатом на эту тему но как только мы научились работать с прогрессом человека и давать ему результаты те которые мозг его воспринимает полезные результаты нас очень сильно резко улучшилась история с мотивацией человека вот но и соответственно это такое плавное моего интерак тому почему мы считаем что эта штука вообще работает почему индивидуальная образовательная траектория действительно нужны на уровне биохимии нашего мозга и то с чем мы работаем вот но соответственно когда мы говорим про образовательную траекторию чаще всего речь идет о процессе подбора там следующего кусочка задания про то там ответный вопрос почему с этим учеником в этот момент времени происходит именно это упражнение этот разбор какой-то темы вот но для нас было важным понять из какой точке мы отправляем человек изначально конечно все делалось на на тестах совершенно очевидная история более того адаптивные тесты придумали давно и работы достаточно неплохо к сожалению оказалось что я сейчас говорю конкретно про английский там где у нас больше всего экспертиза что в английском адаптивные тесты показывают не очень точную информацию то есть реально там если взять качестве качестве мой любимый пример пятишестилетний ребенок который играет в майнкрафт знает название химических элементов там и веществ куда лучше чем его там англоязычный сверстник старше его там на 10 лет да то есть это там какими-то тестами быстро ты не вытащишь у каждого из нас есть какие-то знания которые уже есть сейчас и и они фрагментированы то есть они не раскладываются просто по каким-то частотным вещам вот делать сильно длинные долгие тесты оказалось не под силу потому что там хороший сложный тест там на несколько часов действительно может показать реальную картинку но на самом деле не может потому что во первых никто не будет этого делать во вторых потому что наступает утомляемость через некоторое количество времени результат становится невалидным просто потому что они длинные поэтому приходилось ограничиваться короткими тестами которые как-то можно было хотя бы брать за основу за основу потом мы поняли что в общем и целом кажется но у нас есть хороший ресурс это наше собственно говоря уроки домашки которые делает человек вот и начали собирать данные соответственно там для начала мы взяли классическую таксономию языка немножко там с ней поработали поняли как она устроена с этой точки зрения поняли умеем ли мы ключевой момент ловить эти механики умеем ли мы умеем ли мы понимать что те или иные ментальные конструкции они в этом месте существуют вот если очень вкратце то это такая история каждая из механик которыми мы пользуемся языке это говорение чтение слушание письмо либо печать на компьютере плюс грамматики соответственно вот каждый из них можно разложить от самого простого к самому сложному самое простое в говорении сказать свое имя Саша вот все это минимальный кусочек знаний которые есть чуть посложнее сказать я Саша и вот наверху этой цепочки когда ты можешь поддерживать разговор на мало знакомую тебе тему вот то же самое с чтением я могу прочитать буквы я могу прочитать слог я могу прочитать слово целиком я могу прочитать фразу абзац текста бегло краем глаза увидеть и там опять же наверху где-нибудь есть там истории когда мы читаем ребенку книжку сами по себе думаем о чем-то другом вот то есть когда из-за чтения в разговор лобные доли не задействуют на том что как там таким проходит практически вот и соответственно сначала мы начали учиться собирать такие знания вот и дальше мы там начали понимать как эти знания представлены в голове у человека как мы можем тем тем или иным способом собирать информацию упаковывать аранжировать ее и там для себя внутри по каждому такому ученику закрашивать в нашей там медицинской карточки его мозга да такой своеобразной все все информацию это причем понятно что это всегда это очень важная такая история что это не как у нас там какое-то время назад модно было говорить отлита в граните а временно присвоенная информация то есть если мы считаем что если мы сейчас увидели что человек это знает то мы ему выдаем свою роду такую лицензию на ну там в зависимости от ситуации какое-то время может быть на неделю может быть на полгода в зависимости от того сколько раз мы уже знали в нем эту информацию и соответственно мы держим эту лицензию до тех пор пока не получим подтверждение что человек это продолжает знать либо получаем некоторые сомнения что человек может быть сделал в этом ошибку может быть начал делать регулярную ошибку он подзабыл тот или иной ментальный навык вот и соответственно таким образом мы там строим себе потихонечку всю эту информацию по себе вот там пример того как шкала у нас устроена соответственно то есть мы мы для себя градуируем эти навыки не в бинарном состоянии есть нету а в некотором динамическом таком состоянии между которыми тоже человек совершенствуется вот и таким образом мы для себя потихонечку начали собирать вот эту карту знаний про про людей по каждого конкретного человека мы еще не умели тогда этим всем пользоваться но тем не менее ну то есть знания собирали данные накапливали через какое то количество времени там через какое то количество миллионов уроков если уж быть совсем конкретным там примерно на 4 5 миллионов уроков у нас накопилось более или менее достаточных данных чтобы мы могли начинать эту историю обрабатывать у нас до сих пор то есть этих данных не очень много нам кажется то есть это должно быть наверное больше все таки скорее на порядок ну то есть там близко 50 60 миллионов проведенных уроков чтобы мы могли там строить прям совсем качественные модельки всего этого дела но пока чем богаты тем и рады то есть работаем ровно с тем что есть у нас вот и соответственно задача была научиться чтобы алгоритмы умели проставлять вот по этой шкале по каждому зафиксированным нами навыками в ходе домашки в ходе урока с преподавателем все что мы смогли вытащить из собственно говоря там те вот занятия да коллеги есть что-то непонятно или там есть какие-то вопросы спрашивайте меня сразу я поглядываю в чате поэтому буду либо отвечать сразу либо стараться там ответить в конце вот соответственно то есть вот то с чего мы начинали это там когда мы в начале обучения за первый урок себя собрали там например 13 оценок потом там на пятом уроке мы там получили примерно 25 оценок и вот пятый урок для нас это то же самое что человек прошел скрининг тест вот одинаково примерно качество информации и на восьмом уроке мы уже начали собирать ближе к сотне оценкам вот это соответственно там дало нам возможность за первые фактически месяц занятий составить полную карту конечно не очень круто звучит что мы там всего целый месяц потратили чтобы понять что в человеке происходит но опять же говорю что здесь все все идут путем понимания как эта моделька работает мы ее для себя шли таким итерационным путем понимая как быстро мы можем по каждому конкретному человеку собирать вот такие вот данные ну то есть месяц это на самом деле неплохо но хочется делать лучше поэтому мы пошли немножко дальше вот дальше мы решили что наша задача потихоньку начать добавлять работу с большими одна работу с большими данными ну то есть это не супер большие данные конечно не классические большие данные но для нас большие данные вот когда мы начали строить некоторые связи между этими навыками вот и получать таким образом не только реальную или как мы называем это истинную оценку вот истинная оценка это когда мы точно понимаем что есть ошибка либо точно есть использование мы реально зафиксировали что эта штука существует в голове у человека мы подтвердили наличие или отсутствие этой ошибки и поэтому ставим оценку реальной истины вот дальше мы начали делать обрабатывая данные мы начали строить связи между этими навыками начали понимать что с некоторой вероятностью если человек использует один навык то вероятно он используется второй навык вот и соответственно там на исторических данных мы начали проверять всю эту историю и вот сделали себе вот такую шкалу когда можно поставить не только реальную оценку но и предположительную оценку которая может быть представлена по этим данным ну то есть вот там пример скажем так мы предполагаем что если человек на английском языке может вызвать такси то скорее всего он может и забронировать номер в отеле мы понимаем что там если человек умеет задавать вопрос в прошедшем времени то он точно скорее всего умеет задавать этот же вопрос в настоящем времени да и так далее таким образом мы начали строить для себя вот такую картинку связи между различными навыками они не только драматические они и контекстные и собственно когнитивные вот и когда мы построили там первую модельку дальше начали улучшать мы поняли что мы можем предсказывать достаточно точно ту всякую историю которая у нас произошла и дальше мы вот так вот можем заполнять по каждому человеку типовую карту насколько он тем или иным способом может сделать то конкретное действие я линкую на начало своего разговора а именно конкретное действие которое может сделать человек и есть ключевой индикатор прогресса для самого человека вот вывод в действие это такие там наверное священные слова которые есть во всей этой истории священные не в смысле что они откровения священные в смысле что они стоят на вершине в прекрасном ореоле это то к чему нужно стремиться чтобы каждый законченный там кусок информации который помещается в голову человека имел приземление в сторону того что человек может что-то с этим сделать и это что-то линковано с теми целями которые он говорит ну либо декларирует да то есть вот с этими мнимыми поездками поэтому если мы с вами только что прошли там не знаю там грамматическое правило future simple то давайте его сейчас применим в том как вы проходите там формальности в аэропорту и когда вас там таможенник спрашивает когда вы собираетесь обратно вы можете ему раз и ответить на этот вопрос и все и вот и человек это делает это то у него в этот момент глазенки загорается и она он там говорит вау слушайте я действительно это могу все вот в этот момент там серотонинчик выделился мозг зафиксировал отлично молодец ты получил навык который тебе нужен тебе полезен и с этим дальше может что-то делать вот и соответственно вот сейчас на текущий день для нас картинка выглядит примерно так так вот мы с восьмого урока там к пятидесятом уже там получаем все что нам нужно для этого пока там наша работа с мотивацией не так хорошо устроена там мы не умеем удерживать ее без вообще потерь поэтому у нас там средневзвешенное число уроков по взрослым людям оно там примерно 65-70 и соответственно вот пятидесятый урок это еще достаточно поздно ну то есть и пятидесятый урок это тогда когда мы там реально понимаем примерно все что в голове у человека хорошо вот наша задача научиться это делать сильно быстрее не знаю честно когда мы к этому придем то есть там неокр ведется там научно-сервисовская работа на эту тему прогресс есть но пока чем-то хвастаться сильно таким крутым нет но тем не менее важный момент что чем точнее и лучше мы понимаем вот эту самую начальную точку человека тем точнее мы можем на каждом следующем уроке ему показывать его реальный прогресс и его ощущение прогресса как то что он еще раз повторюсь воспринимает как именно ощущение того что надо делать дальше что я хочу делать дальше то есть мозг его поощряет хорошо приходи на следующий урок это будет здорово и вот собственно это там есть там смысл образовательного бизнеса вот вывод каждого результата в действии хорош тогда когда это действие еще раз может ценится человеку он понимает что да он только что приобрел новый полезный навык который еще раз мозг воспринимает как полезный просто там здравый смысл были что да там это знание рано или поздно тебе пригодится вот или так у нас так принято это что это знание должно быть с математикой такое часто вот а именно то что он расценит как полезное он рассказывает что там да моя препятативная модель улучшилась вот вот может нам отдельно поговорить зачем это там надо мозгу но то есть тем не менее ключевой смысл что вот каждый каждое улучшение вот такой история позволяет нам чуть лучше там на маленькую капельку но работать с мотивацией человека и чем лучше мы с ней работаем тем больше вероятность того что мы его доведем до результата то есть и до конечной точки вот я таким образом достаточно кратко вот рассказал то что мы там для себя делаем буду очень рад если вы мне задаете вопросы я на них поотвечаю успешного построения модель нелегионного небольших аудитории экономистов-международников юристов-международников с подвинутым как элементом по линии профессионального образования а нет мы пока учим только английскому только-только-только начали учить математики поэтому мы стараемся делать хорошо то в чем разбираемся и не умеем делать то ничего короче говоря в чем в чем плохи вот там в английском мы стали более-менее хороши и начали работать там над следующим предметом как только отработаем математику научимся делать мы пойдем делать что-нибудь еще вот нет с нашей точки зрения разницы индивидуальной или в небольших группах строить эту историю это все равно конкретное обучение каждого конкретного человека то есть кажется что одна из ключевых историй теха это там переход от того что мы учим там толпу на то что мы учим каждого конкретного человека и второе что для этого мы должны научиться работать с данными вот соответственно что касается там профессионального образования то есть несколько историй там есть история на самом деле про обучение учителей вот это тоже там профессиональное образование потому что там если в реальности понятно что никто учителей там не учит работе с мотивацией то есть в российской советской педагогической я даю там русской педагогической системе в принципе там никто не планировал что у ученика там есть собственное мнение или нужно вообще там работать с его мотивацией куда ты денешься все равно ты придешь на мой урок вот это первое второе что опять же практически все если смотреть на учителей то есть практически вся наша учебная система она не подразумевает что учитель может приземлить знания на реальную жизнь ну то есть если сейчас выйти на улицу если мы с вами тут не в счет но вот из туда вот выйти на улицу опросить тысячи человек спросить зачем вам нужна теорема педагогора то там тысяча две тысячи стеклянных глаз вам обеспечено да потому что ну то есть ничего этот момент попадает в ступор и и все ну в смысле это не значит что она им не нужна это значит что никто никогда не не рассказывал как этой штукой пользоваться в реальной жизни как эти знания применять никто не претендовал ну опять же там ну конечно могут попасть в тысячу или там какая-то выборка тех кто знает и пользуется но нет ну для большинства этого нет вот соответственно там первая история профессионального образования оно именно вот это вот а второе оно конечно про то что как учить тех для кого английский там будет частью реальной профессии вот мы пока к этой задаче подступались очень сильно теоретически и не ну то есть пока там рассказывать мне про это дело нечего как часто вы проводите срезанные никто оставляет оценки в обменский и мы проводим оценку знаний непрерывно ну то есть там вот если бы у нас сейчас с вами был вот этот вот урок и мы бы с вами там взаимодействовали да то там компьютер собирал бы алгоритмы собирали бы всю информацию которую можно собрать в ходе этой беседы там если условно говоря представить себе что я говорю на английском языке я там сделал какое-то количество речевых ошибок использовал какое-то количество речевых конструкций и вот собственно говоря это можно положить в систему поэтому оценивать не учитель и не ученик вот а оценивать алгоритмы то есть сбор данных есть там ключевая на самом деле история и я немножко сам себе вот в этот момент напоминаю там персонажи свифта про остроконечников и типоконечников но с моей точки зрения очень неправильно что мы используем термин онлайн образование потому что это такая совершенно дурацкое слово которое всех путает непонятно с какого момента начинается онлайн вот что такое онлайн и оффлайн где если у нас два там реальных человека сидят и разговаривают это онлайн или оффлайн а если один из них отошел за угол и включил skype это уже онлайн или оффлайн а если просто отвернулся и через skype и говорят а если я с микрофоном выступаю это тоже электронная коммуникация это онлайн или оффлайн ну короче конечно с моей точки зрения есть образование построенное на данных и образование построено без данных вот и вот здесь есть реальный раздел тут реально можно проводить границу что реально можно работать с этим разделением. Работать с разделением онлайн или офлайн – нет. То, что есть технологии перемещения говорящей головы из точки А в точку Б, не делает образование ни онлайн, ни офлайн. В Советском Союзе были телеканалы, которые показывали образовательные программы. Это тоже было онлайн-образование. Короче говоря, это, мне кажется, главная история про то, что данные определяют в этой жизни сейчас успех, а не успех проекта и отрасли целиком. То, что в образовании начали приходить данные, на основании их можно что-то делать, это и есть изменения, которые есть. А то, что мы умеем показывать друг другу в камеру собственного головы, к образованию никакого отношения не имеет. Да, спасибо большое за пожелания, Борисовна. Коллеги, спрашивайте, пожалуйста, буду рад ответить на любые вопросы, которые могут вас интересовать. Может быть, там не только по теме вебинаров, потому что я... Может быть, достаточно там что-то скользко рассказал. Буду рад сказать чуть более подробно. Или что-то, какую-то еще тему осветить. Отличный вопрос. Нет, алгоритмы собирают данные. Вот это ключевой момент. Алгоритмы собирают данные. Более того, они эти данные могут между собой сравнивать, они могут строить некоторые связи между этими данными, они могут давать некоторую пищу для размышлений. Безусловно, за рефлексию отвечают ученик и учитель оба в этом смысле. И задача системы дать им повод для этой рефлексии. То есть я абсолютно убежден, что без учителя вся образовательная система рушится примерно сразу, кроме тех полупроцента людей, которые способны к самообразованию. Им тоже, в общем, нужен учитель, просто он нужен им кратно реже. Во всех остальных случаях, учитель — это основной инструмент работы с мотивацией учеником, и то, как он с ним поработает по мотивам того, что ученик прошел и будет. Собственно говоря, я уже говорил, что вывод действий с учителем, когда учитель предлагает ученику воспользоваться этими знаниями в модельной ситуации, которая для ученика понятна и близка, это, конечно, роль учителя. Никакой компьютер в этом смысле здесь не сделает, потому что это будет либо невероятно дорого, либо невероятно большое количество ошибок. Учитель в этом смысле будет работать сильно лучше. Наша задача — сделать такой экзоскелет для учителя, который не работает без живого человека, но многократно усиливает его возможности. И ученик должен, видя какие-то штуки, не просто там, вот ты получил плюс 10 очков, но в смысле оно там в каком-то случае чуть-чуть работает, но это иногда и чуть-чуть, да. А вот когда мы начинаем показывать, какие-нибудь там, как вот закрашивается облако того, что вот он уже знает, и как он с этим работает, и как он этим может воспользоваться прямо сейчас, когда мы ему в домашку там подкидываем какие-то задачки, которые ему кажутся очень сильно полезными, и он сам себе говорит, «Вау, ты смотри, я вот это сделал». Вот, а это сразу начинает работать над усилением мотивации человека. Поэтому, еще раз, алгоритмы нужны для того, чтобы четко понимать, что происходит, что сейчас нужно сделать, о том, как это будут делать Алексей, про как это задача учителя и ученика. Так, сейчас, секунду. Можно рассказать подробнее о том, как работает алгоритм оценки в общих словах. Ну, в общем и целом, они работают достаточно в этом месте просто. У нас есть некоторое количество инструментов, которые позволяют ловить ошибки. Самый простой и понятный пример – это когда ученик делает какое-то упражнение. Там, соответственно, он может в ходе взаимодействия с этим упражнением, но все представляют себе мысли на учебнике английского языка, какие там упражнения, более-менее, не все одинаково. Можно вставить запроченное слово, можно ответить на какой-то вопрос, можно правильно соединить одно с другим, ну, то есть, есть все эти вещи. И, соответственно, каждое из этих упражнений, оно внутри системы протегировано. Про что? Что это за грамматическая конструкция каждого конкретного фразы, предложения, к чему они относятся по тематике и так далее. Соответственно, когда человек делает какую-то ошибку, мы понимаем, что это ошибка грамматическая, оркографическая, мы понимаем, когда… И, соответственно, в этот момент мы кусочек данных собрали. Дальше мы можем… не можем, а делаем. Мы смотрим на то, когда была такая же еще одна ошибка у этого конкретного человека. То есть, если давно таких ошибок не было, это первое за какое-то время, ну, то есть, скорее всего, это может быть просто там случайная ошибка, да. Вот. Если эта ошибка повторится через еще какое-то короткое время, то это уже будет вторая ошибка, тогда мы будем понимать, нет, здесь уже на самом деле это уже кажется похоже на систему, и люди, у которых вот такие ошибки возникают, они, скорее всего, не знают вот такую тему целиком, и начинаем на эту тему подстраиваться. Вот. Соответственно, мы понимаем, к чему относится такая ошибка, и эту штуку делаем. То есть, самая простая история, это когда человек выполняет какие-то упражнения, тогда это легче всего отследить. Таких… Это основной источник ошибок, который мы знаем, основной источник данных. Вот. Соответственно, вторая история, там, чуть-чуть-чуть-чуть, ну, сильно сложнее, потому что механизмы там работы с распознаванием речи все еще недостаточно хороши, недостаточно точные. Здесь, там, велика роль учителя, который там должен ловить такие ошибки и помечать их. Вот. И, ну, поскольку, опять же, там, все учителя не могут быть роботами, которые все делают всегда и абсолютно правильно, то с помощью каких-то упражнений, которые мы, там, даем человеку на спикинг, на рисунек, мы, тем не менее, ловим эти ошибки. Там сильно все проще, потому что, когда ты просишь человека поговорить на конкретную, очень заданную тему, тебе легче правильно все распознать, чем когда просто идет некоторый разговор с потоком слов, там намного сложнее всю эту историю сделать. Вот. Дальше, как только мы понимаем эту ошибку, мы, еще раз, мы их соотносим с некоторым первым делом грамматики, второе, с теми самыми ментальными навыками, о котором мы говорили, и между связанными с ними навыками, которые один с другим коррелируют. Вот. И таким образом мы получаем, ну, собственно, эту историю, которую я рассказывал, когда мы с помощью, говорит, на флоритах ловим истинные ошибки. А мнимые, ну, то есть, на самом деле, предсказанные ошибки, мы, собственно говоря, ловим по относительной частотности и связанной между собой когнитивным навыкам. Вот. То есть, у нас есть моделька, которая размечена, и она строит сама классическая нейронка, классическая нейросеть, вот, собирая и агрегируя все знания, делает классическое предсказание, как эти данные связаны между собой. Вот. Дальше ассессментом мы смотрим, насколько результаты реально правильные, проверяем там ассессментами методистами, если мы видим, что там никаких сильных ошибок нет, или мы их там не нашли, точнее. Вот. А мы принимаем историю за текущую правильную, и там дальше переобучаем сетку на этих данных, ну, и так, в общем-то, это операционный такой процесс. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Если не помнит один неправильный глагол, не помнит другой, нет, вот, наверное, это непредсказуемо. Тут реально можно только собирать данные про конкретного человека и подбрасывать ему эти слова и понимать это дело. То есть, на самом деле, там, как устроено, то есть, если мы понимаем, что у человека есть там несколько пробелов с неправильными глаголами, можно дальше пробовать, подсовывать задачу упражнений с другими неправильными глаголами и понимать, на самом деле, это вообще вся тема неправильной тогда предположение верно, что он не помнит. Вот. Либо у него просто конкретно, вот, это слово помню, это слово, там, не помню, не знаю. Одно из там огромных ресурсов для прогресса и работы с мотивацией, это когда все-таки системы распознавания речи будут реально работать и будут очень сильно доступными по цене, потому что всегда есть разница между пассивом человека и активом, то есть словарным запасом. И если мы будем реально понимать разницу между активом и пассивом, то есть понимать все, что он говорит и подсовывать ему все время слова, которые он на самом деле знает, но не использует, у человека моментально будет расцветать речь, он будет очень кратно богаче говорить и сам будет чувствовать в своем большинстве глазами, боже мой, неужели я это говорю, только потому что мы научились переводить актив в пассив. Вот. Это такая прям очень клевая задача, которую мы хотим решать, когда технологически будет, экономически точнее, в общем, технологически будет возможно делать, вот, ну и потихоньку потому что такие технологии у нас заработают. Вот. А вот как раз предсказать, что если, то есть частотность, по частотности слов, что если человек не знает, там, один неправильный глагол, значит, он не знает, еще какой-то, эта штука вообще реально не работает, потому что там каждый из присутствующих вот здесь, даже если никогда не учил английский, знает огромное количество слов профессиональных, которых там, ну, то есть, в общем, не должен знать на английском языке, и это вот как раз свойство человека, а не там возраста и уровня его языка. Сейчас. Так. Так. Как работают эти данные с открытыми титами? На самом деле, хорошо они работают, потому что, на самом деле, это просто свойство языка. Вы, когда, в смысле, говорите или пишите, вы используете одни и те же приемы речи, вне зависимости от открытого ответа или закрытого. Поэтому, если мы берем письменную работу человека или все написанную на этой теме, мы точно так же можем вытащить оттуда все ошибки, которые мы знаем. И из устной речи можно вытаскивать ошибки человека точно так же, как мы знаем. Потому что, собственно говоря, язык это инструментальная такая штука, он не самоцель, а он нужен для того, чтобы о чем-то рассказывать. Конечно, человек на уроке рассказывает, разговаривает на какие-то темы урока, либо интересные ему темы. И что всегда открыто, всегда вариативно. поэтому я еще раз говорю, я с самого начала сразу сказал, что мы не придумали всеобщую теорию всего в техе. Мы рассказываем равно как мы для своих задач по обучению языку, причем еще и английскому, я не уверен, что все то же самое может быть для китайского. просто не знаю, то есть для русского кажется, что похоже, а то есть там есть некоторое количество отличий, связанных с структурой языка. Вот. А для математики точно и текстомия другая, и зависимости будут другие. Поэтому совершенно понятно, что в математике это как раз история, когда сейчас не существует одного правильного ответа и это там к одному и тому же то есть во-первых, ответов может быть несколько, во-вторых, потом путей решения может быть несколько. И соответственно вот там нам еще все это дело только предстоит. Мы все сейчас с вами находимся в позиции там мы начали искать правильно. Нету никаких гуру с правильным ответом. Иные из их числа точно. Учить мышление и культуре на языке на английском языке вообще учить мышление и культуре это вообще самая себе большая задача а не только на языке. Это вот история про то, что вот учить человека правильно ставить цели это вообще кажется очень крутая история. И если бы может быть мы когда-нибудь дойдем у себя для того, чтобы мы должны не только поощрять пусть хоть какая-то мотивация у тебя будет лишь бы ты пришел иначе учиться а научимся реально с человеком прорабатывать цели и понимать зачем ему это нужно и какую выгоду не обязательно денежную но желательно он получит от того, чтобы овладеть этими знаниями то есть в моем вообще представлении у взрослого обучения единственная справедливая модель обучения людей это так называемый ревенюшерк образование не берет деньги за обучение а берет процент от того результата который человеку нанесло но к этому мы еще не пришли вот рекламный рекламный маркетинг потихоньку к этому пришли а мы еще нет ну собственно говоря оно и есть более темно та же самая история про таксономию этих навыков она взята таксономией бума без всяких мы ничего не успеваем просто наша задача была правильно ее переложить на вот эту чашу весов и оцифровать взаимосвязи между нее соответственно поэтому все что касается подобных вещей связанных с спорткодов они как раз помогают нам усиливать знания понимания как субжекты как различные или не сущности в языке связаны между собой нет фестихи точно нет к счастью к сожалению еще пока не знаю вот не не мы четко понимать границы своей некомпетенции всегда вот мы худо-бедно понимаем пока только в английском начали немножко понимать математики и то там для школьников вот дальше этого мы никуда в смысле когда-нибудь дойдем я надеюсь но прямо сейчас мы стараемся быть экспертами захватывать рынок плавно размазываясь по всем кусочкам наверное не самый успешный путь сейчас в оттехе спасибо большое спасибо большое не полезно в самом деле понятно что не я потому что задача любых руководителей собирать максимально сильную команду собирать максимально сильную команду можно только под очень сильные идеи если нет сильных идеи нельзя собрать сильных людей поэтому то что нам удалось найти правильный вызов для сильных людей правильно поставить акцент на том, что можно поменять в жизни человечества, если научиться решать такие задачи, да, это вот в этом смысле мы молодцы. А дальше заслуга именно этой огромной команды. Спасибо большое. Коллеги, свободная тасса. Еще есть возможность задавать вопросы. В любом случае, контакты мои на экране. Практически все мои мессенджеры, кроме Viber, мне нужно писать. Ничего личного, просто не прижился он на меня. Вот. Я стараюсь отвечать. Нет, я отвечаю всегда, но стараюсь отвечать быстро, но в общем будут вопросы, пишите, пожалуйста. Мне кажется, что очень важно, что сейчас на этом рынке мы все очень маленькие. То есть, какими бы там рейтингами Forbes или РБК мы не кидались, да, там, это маркетинг. На самом деле, реально, весь от тех это микроскопическая доля рынка. Вот, наша задача всех, всем сейчас расти и помогать друг другу расти. Там, когда мы половину, там, или хотя бы треть всего рынка образования переведем вот тех, тогда будем разбираться, кто кому там кто. А пока наша задача, всем там другим. Но если не дружить, то, по крайней мере, помогать друг другу говорить о твоих фактах. Безусловно, не, вот, хороший вопрос про soft skills. Это и есть soft skills, на самом деле. Это и есть soft skills. В большей степени то, что мы делаем, это soft skills, а не hard skills. Ну, то есть, потому что это не просто то, что мы там кладем человеку словарный запас в голову, да, мы учим его думать и действовать, совершать какие-то задачи. Я оцениваю как раз эти ментальные задачи именно так. То есть, как раз, ну, не знаю насчет всех soft skills, там, это надо прям садиться и думать, вот, но для существенного количества soft skills, мне кажется, можно собрать правильную фотосиномию и правильно собирать знания. Вот, там, пока на скидку трудно себе, конечно, представить вещи типа эмпатии, но какие-то вещи типа там cooperation, ну, в смысле, например, да, там точно можно разложить на правильные кванты, выстроить между ними связь, там. Вот, поэтому мне как раз кажется, что это куда больше интересно про soft skills делать. Спасибо большое. Да, в профессиональной коммуникации это, в общем, ну, то есть, опять же, то есть, мы, задача всем вариться в одном бульоне просто обмениваясь данными, потому что, еще раз, это, там, не знаю, похоже на любой рынок в начале с рождения, там, никто не знал 30 лет назад, каким будет интернет, да, там, никто не знал 130 лет назад, какой будет авторынок, вот. Мы все, там, можем только гадать и предполагать, что будет, ну, лучше всего это, если мы обмениваемся данными. Ну, то есть, здесь еще раз говорю, нет никакой конкуренции, мне кажется, вот есть конкуренция между старым и новым, она есть, старая пока сильнее нас, деловой английский. На самом деле, дело английский – это маркетинг, это просто возможность взять больше денег за что-нибудь, вот, потому что, если вы будете разбирать, что такое деловый английский, то вы выяснится, что есть профессиональная лексика, которая, там, не знаю, там, 400 слов, да, и дальше все, весь этот английский, все то же самое, это культура письма, культура речь, культура смолтворков, культура переговоров, которые не связаны никак с деловыми вещами на самом деле. Поэтому, вот, мы для себя давно приняли решение, что не надо придумывать, обманывать людей, вот, есть английский, который можно делать, вот, английский, не знаю, там, для атомщиков, которые работают в Африке, там, да, строят единый реактор, и там, английский для людей, которые занимаются, там, импортом, экспортом, там, товаров в Китае, это все просто виды английского, таких видов английского, может быть, ну, тысячи, и все это, просто конкретная история для конкретных людей, с конкретными целями, вот, и все, а все остальное, это такое, лукавство, ну, опять же, есть там история по подготовке к экзаменам, это отдельный, там, вид искусства, вот, он, да, он существует, вот, он говорит, что там должен, чем-то сильно отличаться, там реально натаскивание на очень определенные механики, вот, в этом смысле, он, конечно, то же самое, что английский для, там, атомщиков, но, есть сильные особенности, использование языка, в целом, использование языка для подготовки к экзаменам, в смысле, обучение языку для подготовки к экзаменам, вот, есть просто английский, который нужен конкретному человеку для решения конкретных задач, вот, давайте будем считать, что любой английский деловой, или не деловой, спасибо, Павел, наверное, на этом прекрасно, коллеги, спасибо огромное, потому что были вопросы, я надеюсь, что это было, по крайней мере, полезно, и буду рад, Александр, огромное спасибо, с удовольствием вас слушал, наша вебинар, о том, что вебинар удался, буду рад вас снова у нас увидеть, если у вас будет время, наша аудитория благодарна, и снова встретит вас с хорошими вопросами, и внимательно, внимательно вас выслушает, спасибо огромное, напоминаю, что запись будет готова совсем скоро, где-то завтра мы ее загрузим на наш видеоканал на YouTube, и те, кто, может быть, нас не увидел, смогут увидеть, или повторить вебинар, посмотреть вебинары, если кто-то что-то не смог, всем огромное спасибо, до свидания, приходите в Директ Академию, будет много новых, интересных людей, новых, интересных вебинаров, до новых встреч, до новых встреч, все, спасибо за ris 만나, смотрите, большое количество, даже я yerde, aerome I huge into это поб evento, и уничтывается, и унижена,